Библейский портал экзегет.ру представляет Они с огромным войском собрались на войну с израильтянами. Причем не просто собрались, а когда Йонатан, сын царя Саула, перебил филистимскую стражу в одном из городков. Ну, удали молодецкую показать. У него войско свое было. Он там стражевые посты уничтожил. А у Филистима огромная армия. И вот эта армия выступила на войну с израильтянами. Евреи начинают разбегаться, потому что им кажется, им не одолеть эту огромную силу. Более того, Саул ждет, когда придет Самуил, принесет жертвы, то есть благословит народ на сражение. И тут все не приходит и не приходит. Народ уже разбегается. Саул сам приносит эти жертвы. Потом приходит Самуил и горько его упрекает. И говорит, ты присвоил себе полномочия священника и пророка. Господь за это не утвердит твое царство в Израиле. И все плохо. И вот еще заканчивается 13 глава. Филистимская стража выступила к мехмазскому проходу. Ну, мы не знаем, конечно, где все проходы. Нам это все равно. Ну, вот я в прошлый раз проводил такие параллели. Вот Гудериан взял Волоколамск. Да, вот войско уже приближается. Уже вот сейчас будет война. Вот прямо здесь что делать, что делать. 14 глава, собственно, рассказ подробный об этом сражении. Я напомню, Йонатан – это сын Саула, молодой парень, горячий. И Саул – царь, который оказывается не очень удачным царем в силу того, что берет на себя не царские полномочия. В один из дней Йонатан Саула сказал своему отруку оруженосцу. Ну, обычная история. Знатный богатый воин, он имеет при себе оруженосца, который таскает лишнее. У такого воина много всякого снаряжения, кто-то должен ему это все носить и там чинить, подавать вовремя и так далее. Сказал своему отруку оруженосцу. Пойдем, переберемся на ту сторону ущелья, к филистинской страже. Своему отцу он ничего не говорил об этом. Саул тогда был на окраине Гивы под гранатовым деревом, что в Мигроне. Мы, конечно, не знаем, где это, но вот, очевидно, тогда читатели представляли себя хорошо. Народу с ним было около шести сотен человек. Среди них Ахия сына Хитува, брат того самого Ихавода, чьим отцом был Пинхас, а деда Мали, священник в шило, носивший фото. Такие, знаете, деревенские новости. Вот тот самый Иван Петрович, который дальний кум, сват, брат Василия Семеновича. Вот прям видим, как в этом обществе все всех знают. И тут еще он упоминается священник в шило. Вот одно из мест, где находился Кинья одно время. Никто из народа не знал, куда направился ее на Тан. И с той, с другой стороны ущелья, через которую Ианатан собирался перебраться к Ферестимской страже, были острые скалы. Одна из них называлась Буцеца, другая Сенне. Одна скала была с северной стороны, где Мехмаса, другая с южной, где Гива. Ну, представляем себе ущелье, да, довольно крутой спуск. На одной стороне Ферестимляния, на другой израильтяне. Ианатан сказал своему отруку оруженосцу. Давай отправимся к страже этих необрезанных. Может быть, Господь будет за нас. Ведь для Господа легко даровать победу малому отряду, как и большому. Ну, оруженосец отвечал, делай, что тебе по сердцу. Ты решай, а я с тобой, как решишь? Ну, куда же ему еще оруженосец? Юнатан сказал, мы спустимся туда, где будем у них на виду. Если они скажут нам, оставайтесь там, мы к вам подойдем. Будем стоять на месте и не поднимемся к ним. Но если они скажут, поднимайтесь сюда, мы поднимемся. Это будет знаком, что Господь придал их в наши руки. То есть, как бы загадывает. Но обратим внимание, что Юнатан оставляет место для Божьей воли. Он не просто сам действует, как он считает нужным, но он ждет какого-то знака, пусть даже этот знак чисто внешним. И нам покажется случайным. Когда они вдвоем вышли, оказались на виду Ферестимлян, то Ферестимляне стали говорить, вот и евреи вылезают из нор, где они попрятались. А стоявшие на страже кричали Юнатану и вооруженосца, поднимайтесь-ка сюда, мы вам кое-что скажем. Ну, понятно, издеваются. То есть, типа, иди сюда, пацан, что такой дерзкий. Юнатан приказал оруженосцу. Следуй за мной, Господь придал их в руки Израилю. Юнатан поднялся, цепляясь руками и ногами, а следом за ним оруженосец. Юнатан стал разить Ферестимляна, а оруженосец их добивал. Ну, понятно, он помогает своему господину. В том первом бою Юнатан со своим оруженосцем поразил около 20 человек на площадке размером в половину участка, какой вспахивает за день пару валов. Вот это крестьянское общество, да, то есть они меряют землю по способности вала вспахать участок поля. Тогда в их полевом лагере все перепугались, отражала их стража и основные отряды. Тут затряслась земля, и Бог настал на них ужас. Еще и землетрясение, очень кстати. Вот смотрите, Юнатан, который, собственно, начал эту войну, перебив со своими воинами Ферестимскую стражу, мощным ударом спецопераций такой, и добивается перелома в войне. Один удар, нанесенный в правильном месте в правильное время, может, оказывается, переломить настроение врага. «Дозорные Саулов Гиви и Вениаминовы увидели, что полчища врагов тает, разбегаясь во все стороны. Саул приказал народу, который был с ним, устроите перекличку, узнайте, кто из наших отсутствует. Они построились, и не оказалось Юнатана с его оруженосцем. Выяснилось, вот да, кто там воюет. Саул велел Ахие принести ковчег Божий. В то время ковчег Божий был сынами Израилевыми. Они все еще носят его на войну. В самом начале книги говорилось о том, как они его брали на войну как такое супероружие и утратили его, он попал к филистимлянам. Но, очевидно, отопыт их пока не научил, что нельзя воспринимать святыни как такое оружие. Но пока Саул разговаривал со священником, смятение в лагере филистимском все усиливалось, распространялось. Тогда Саул велел священнику ничего не предпринимать, зато Саул позвал на бой весь народ, который был с ним. То есть, вот здесь они пошли другим путем. Здесь они просто на войне действуют по обстановке, по военной какой-то тактике. Филистимляне тем временем стали раздеть мечами друг друга. Так велико было их смятение. То есть, в панике, перепугавшись, не поняв, кто нападает, одни других не знают в лицо формы. Нету единой военной, значит, нападают друг на друга. Тогда эти евреи, которые прежде были с филистимлянами и сопровождали их в этом походе, опа, об этом ничего раньше не было сказано, оказывается, у нас тут есть коллабационисты, те, кто перешли на сторону врага, присоединились к израильтянам, которые были с Саулом Янатаном. И когда все израильтяне, прятавшиеся по Ефрему на горе, услышали о бегстве филистимлян, они погнались за ними, вступив в сражение. В тот день дровал Господь Израилю победу, а сражение дошло до самого Баитавена. Вот, смотрите, оказывается, сами израильтяне разбили филистимлян. Вот Янатан, начавший войну, провел такой хитрый удар, что они добились победы, и даже как бы без помощи Бога. Ну, по крайней мере, не стали об этом просить, не стали выяснять, идти ли на ее филистимлян или нет. Сами, молодцы. Вот это одна из постоянных тем, что при Сауле израильтяне воюют сами. И вроде и добиваются чего-то. Но есть в этом особая проблема, они еще потом будут сказаны. Израильтяне были тогда изнурены, но Саул наложил на народ заклятие, сказав, проклят, кто вкусит еды до вечера, пока я не отомстил врагам моим, и никто ничего не ел. То есть, что это значит? Значит, когда вот человек в древности давал такой обид, это означало, что для него крайне важно. Вот я куска хлеба не возьму, пока не сделаю чего-то. Пока не закончим воевать с филистимлянами, пока их не разгромим, куска хлеба никто не возьмет. А бой уже длится давно, да, и они преследуют, они устали. Все они проходили через заросли, где на земле было немного меда. Но тогда мед был только дикий, пчеловодством не занимались, а просто замечали, где дикие пчелы живут, и забирали у них мед. Народ проходил через заросли, где на земле вытек мед, но никто не притянул руки к рту, все боялись проклятия. Лишь Йонатан не слышал, как народ, отец наложил заклятие на народ, поэтому протянул посох, бывший в его руке, обмакнул его в суд, и затем поднес к рту. От меда его взор просветлел. Ну, еще бы быстрые углеводы, то есть изнуренный, в бою, обессилевший, поел меда, и придалось ему сил. Кто-то из народа ему заметил. Отец, что наложил на народ заклятие, мол, проклят, кто вкусит еды до вечера, и от этого народ изнурен. Йонатан ответил, отец мой, зря смутил народ. Смотри, как просветлил мой взор, когда я вкусил немного этого меда. Так что, если бы народ подкрепился захваченной добычей, насколько больше урону нанес бы филистимленам? Да, вот смотрите, если израильтяне в данном случае не очень-то обращаются к Богу за советом, то Саул занимает место вот этого оракула, занимает место того, кто объявляет, что хорошо, что плохо. Он говорит, ничего не ешьте, пока бой не закончится. А Йонатан оспаривает. Он сначала не знал, а потом убедился, что соблюдение этого запрета только лишает сил усталых изнуренных воинов. И получается, что вот они побеждают, но побеждают как бы без Бога. И хорошо ли из этого выйдет что-то, увидим. В тот день филистимлены разили от Мехмаса до Айелона, и народ был совершенно изнурен. Вечером народ кинулся на добычу, люди хватали овец, коров, телят, резали их на земле и ели прямо с кровью. Ну, то есть, фактически, жрали сырое мясо, вот зарезали, ну, оголодавшие, совершенно безумные люди. А ведь на это прямой запрет. Кровь принадлежит Богу, поэтому, забив скот, нужно выпустить его кровь, еще хорошо жертву принести, хотя это не обязательно, ну, и потом уже готовить мясо. Сообщили Саулу, что народ грешит против Господа, изя с кровью. И Саул ответил, изменники, прекратите сюда большой камень. Потом он приказал, пройдите среди людей, передайте им, чтобы приводили сюда ко мне каждый своего быка и свою овцу, пусть режут их здесь и едят. Так вы будете есть без крови, не греша против Господа. Ну, то есть, централизовал процесс забоя скота. Народ ту ночь стал приводить туда каждый своего быка, там они их и резали, а Саулу строил там жертвенник Господа. Это был первый жертвенник, который он сделал. Вот Саул уже и священник, он и пророк волю объявляет свою, а не Божью. Он уже и священник, пусть не он приносит, может быть, жертвы, тут не сказано, кто их приносил, но, по крайней мере, сооружает жертвенники. И все это по собственному разумению. Все по своей инициативе, как он считает правильно. Саул сказал, погонимся за филистимленными в эту ночь, будем на них нападать до утренней зари, не оставим никого из них живых. Люди отвечали, делай, что считаешь правильно, все, вот есть царь, теперь он принимает все решение. Но священник отвечал, давайте обратимся к Богу. Саул спросил у Бога, выступит ли мне на филистимлен, придашь ли ты их руки Израиля? Вообще, это должно было быть первым действием, но, помните, там развивалось так стремительно события, что он не успел. А может быть, еще дело в том, что спросить Бога, это как бы последнее дело, к которому он прибегает. Это вот, ну, когда уже все остальное сделали, ну, да, можно еще Бога спросить, поэтому на это вечно не хватает времени. Как вы думаете, как ответил Бог? Но Бог тогда не ответил ему. Вот интересно, да, то есть было какое-то вопрошение в форме гадания, возможно, да, какой-то репе выпадет. Но если Саул и так все решает без Бога, чего Богу-то отвечать? Сам разберешься. И Саул повелел, пусть подойдут все начальники народа, мы разведаем и узнаем, что за грех произошел сегодня в Израиле. А Саул это понимает так, какой-то был грех, вот кто-то чего-то не выполнил. Как, только что сказано, ели с кровью. И ты не спросил Бога перед тем, как начинать войну. Вот еще один. Нет, какой-то должен быть скрытый, давайте найдем. Кто-то же должен быть вредителем, ответственным за то, что вот мы не до конца избили своих врагов. Жив Господь, спаситель Израиля, если бы и мой сын Йонатан был повинен, он будет казнен. Но никто из народа не отвечал ему. Тогда он велел всем израильтянам, вы станьте по одну сторону, я со своим сыном Йонатаном по другую. Народ ответил Саулу, делай, что считаешь правильным. Народ уже вот ему все передал, да? Саул попросил знака у Господа Бога Израиля и у жребий указал на виновность Йонатана и Саула. А народ был ни при чем. Тогда Саул сказал, пусть жребий покажет, я ли виновен, или сын мой Йонатан. Жребий показал на Йонатана. Саул спросил Йонатана, расскажи мне, что же ты сделал? Йонатан поведал ему, да, я отведал немного меда, зачерпнув его концом посоха и вот теперь меня казнят. По-славянски все вкушаю, вкусих мало меда и все аз умирают. Да, вот поймем цирь это взял Лермонтов эпиграфом. Смотрите, Саул наложил на народ заклятие, то есть сказал, проклят тот, кто... И Саул попал под это проклятие. Опять-таки, виноват не в смысле, принял некоторое решение неверное, нарушил волю Божью. Ничего об этом нет, Саул даже не нарушил, Ионатан даже не нарушил воли Саула, он не знал об этой воле. Но, объективно говоря, он оказался под действием этого проклятия. И вот в этой картине мира уже не важно, чего хочет Бог. Саул уже все расписал сам. Саул отозвался, пусть так-то накажет меня Господь и так-то добавит, если Ионатан тебя не казнят. А народ отвечал Саулу, казнить Ионатана, того, кто принес Израилю эту великую победу, да не будет. Жив Господь, волос не упадет с головы его на землю, ведь он действовал сегодня по воле Божьей. Так народ спас Ионатана от смерти. Но воля Саула тем и отличается от воли Божьей, что ее можно переделать, что ее совершенно спокойно народ может отменить и ничего за это не будет. А вот с волей Божьей так нельзя. Саул закончил преследование Ферестимлина, и Ферестимлине возвратились к себе. Так Саул упрочил свою царскую власть над Израилем. Уж да, вот уж чего-чего, а авторитеты у него теперь хоть отбавляй. Он воевал с врагами по всей округе, с Мавом, амнитянами, с Идомом, с царями Цувы, с Ферестимлинами и с кем бы не выходил на бой, сеял беду. Он собрал войско, разбил америкетян и спас Израиля от разорения. Сеял беду, не одерживал победу, а сеял беду. Его сделали царем, чтобы он вел за собой в бой израильтян. Он это и делает, как маньяк. Это у него получается. Но это еще не главное в жизни. Это не то, для чего народ существует. Ну и итог краткий. Имена сыновей Саула Йонатана, Швеи и Малкишуа, имена двух его дочерей. Старшую звали Мираф, младшую Михаль. Жену Саула звали Ахинуаем, она была дочерью Ахимаца. Во главе войска Саула стоял Авнер Сауэра, а был он дядей Сауэра. Киш, сын Сауэра и Нэр, отец Авнэра, были сыновьями Авиэла. Во все время правления Саула продолжалась жестокая война с Ферестимленами. Когда Саул видел достойного человека, могучего воина, он тотчас брал его на службу. Ну и как же, как же вот это все дальше пойдет, как соотносится вот эта бесконечная череда военных кампаний и готовность Саула самому определять судьбу своего народа, готовность быть не только царем, но фактически пророком и священником. Самуил, священник и пророк, помазавший его, он еще жив. Об этом прочитаем дальше. Саула Саула Саула